Урок самодостаточности Признаки актуальности урока для вас Вы очень чувствительный человек Вы тонко чувствуете красоту природы Вас привлекает искусство Вы тянетесь к творческому самовыражению Вас очень сильно развито чувство сопереживания Вы чувствуете чужую боль как свою Вы привыкли больше заботиться о других, чем о себе Свои собственные потребности Часто ставите на последнее место Стараясь вести себя так, чтобы другим было хорошо Вы очень доверчивы У вас очень развито чувство эмпатии Вы легко ставите себя на место другого человека Можете понять, оправдать и простить буквально кого угодно Вы можете долго терпеть плохое обращение с собой Так как у вас всегда находится множество оправданий для того Кто ведет себя с вами не лучшим образом У вас огромная потребность помогать людям Вы берете на себя чужие проблемы Даже не замечая, что это непосильная для вас нагрузка Которая разрушает вас Периодически вы пытаетесь кого-то спасти, исправить Перевоспитать и очень расстраиваетесь Когда это не удается В вашей жизни то и дело появляются люди Которые учат жить, дают непрошенные советы Внушают вам, что вы все делаете неправильно Отчего вы часто чувствуете неуверенность и сомнения в себе Вас привлекают уверенные в себе сильные люди Которые, как вам кажется, могут стать надежной опорой Но в итоге такие люди начинают манипулировать вами Контролировать каждый ваш шаг Подавлять, навязывать вам свою волю Диктовать свои правила и постоянно чего-то требовать от вас Вы постоянно кому-то помогаете Но вам мало кто помогает Со своими проблемами вам приходится справляться в одиночку Довольно часто вы, находясь среди людей Теряете ощущение собственного я Будто растворяетесь в других Вам бывает трудно ответить на вопрос Чего вы на самом деле хотите Вы привыкли следовать за желаниями других людей Забывая о своих собственных У вас повышенное чувство долга И ответственности перед другими Вы очень боитесь кого-то подвести Не оправдать чьих-то ожиданий Вам трудно вырабатывать собственную точку зрения По какому-либо вопросу Потому что вы способны понять и принять разные Порой противоположные принципы и убеждения Вы не умеете говорить «нет» или, по крайней мере, вам это дается очень трудно Задачи, которые необходимо решить в рамках урока самодостаточности Осознать собственное я как нечто реально существующее и бесценное Выработать духовный стержень, который станет вашей внутренней опорой Четко определить границы своей личности Научиться разграничивать свое и чужое Поставить себя в центр своей жизни Научиться заботиться о себе Следовать своим интересам и потребностям Принять ответственность за себя, но не за других людей Научиться говорить «нет» Не позволять собой пользоваться и манипулировать Научиться помогать другим, не разрушая при этом себя На вашем пути постоянно появляются те, кто не прочь вами попользоваться Урок самодостаточности проходят люди, которые на протяжении многих воплощений самоотверженно служили другим Вы забывали о себе, вы приносили себя в жертву ради блага других Неоднократно вы погибали за других Вы герои, вы спасатели, вы целители Которые многих избавляли от болезни и даже смерти Отдавая при этом всю свою энергию, не щадя себя Вы вмещаете в себя, кажется, всю боль человечества И готовы помочь всем и каждому Для вас нестерпим вид чужих страданий Вы немедленно бросаетесь на помощь Так было тысячелетиями И вы не думали о том, что разрушаете таким образом себя И вот настало нынешнее воплощение В котором вы решили, наконец, обратить внимание на себя самого А не только на других И тут оказалось, что вы обесточили себя настолько Что с этим нужно немедленно что-то делать Милосердие и сострадание – прекрасные качества Которыми вы наделены сполна Но они превращаются в свою противоположность Когда вы обращаете их к кому угодно Но только не к себе самому Отказавшись от внимания к себе И заботы о себе Вы, по сути, забываете о том, кто вы есть О Боге, который внутри вас И о том, что у вас есть долг перед собой А не только перед другими Долг перед собой состоит в том, чтобы укрепить свой дух И реализовать его задачи А не задачи других людей Только укрепив себя изнутри Вы сможете продолжать помогать другим Потому в данном воплощении Ваша задача – обрести себя Укрепить внутреннюю опору и самодостаточность Определить свои границы И научиться защищать их Ваш урок начал разворачиваться еще в детстве Вы помните это? Вы не случайно выбрали таких родителей И воспитателей Которые слишком сильно вас опекали Контролировали каждый ваш шаг И постоянно чего-то от вас требовали Некоторые делали это из добрых побуждений Из любви и заботы Другим было важно чувство собственной власти И превосходства Вы сами так договорились с ними Перед воплощением Вы договорились, что они сделают Ваше существование невыносимым Вы почувствуете себя, как в тюрьме И захотите сбежать Но даже сбежав Вы все равно продолжаете привлекать тех Кто стремится вас контролировать И управлять вами Почему так происходит? Потому что они чувствуют Вашу способность растворяться в других Отдавать им себя полностью Потому что у вас есть программа Надо жить для других, а не для себя Потому что вы не чувствуете границ Между своей и чужой энергией Вы готовы отдавать свою силу без остатка И всегда найдутся те, кто захочет ее взять Вы вновь и вновь притягиваете к себе манипуляторов Людей, которые не прочь Попользоваться вами и отнять вашу силу Это и есть основная коллизия вашего урока В итоге отношения приносят вам страдания Вы задаетесь вопросами Почему я всем должен, а мне никто ничего не должен? Почему я только отдаю, но ничего не получаю? Почему я так стараюсь быть нужным, а в итоге остаюсь одиноким? Станьте нужным себе Забота о себе не эгоизм Без этого невозможно выжить И невозможно быть полезным для других Отработка урока самодостаточности Включает три фазы Первая фаза Обретение внутренней опоры Вторая фаза Размещение себя в центре своей жизни Третья фаза Укрепление границ Если урок самодостаточности для вас второстепенный То манипуляторы вскоре исчезнут из вашей жизни Или изменят свое поведение по отношению к вам Если этот урок главный Манипуляторы будут продолжать появляться Вы вновь и вновь будете сталкиваться с попытками использовать вас Но сможете встречать их во всеоружии Так как научитесь говорить нет И обретете чувство собственной ценности Независящее от того Приносите ли вы кому-нибудь пользу И что о вас думают другие Первая фаза Обретение внутренней опоры Люди, проходящие урок самодостаточности Привыкли искать опору для себя в других людях Они пребывают в заблуждении Что их ценность в их полезности для других Они не знают, что являются ценными сами по себе Безо всяких условий Они боятся, что если не будут нужны другим То просто перестанут существовать Они даже порой не чувствуют себя существующими Они чувствуют себя живыми и настоящими только тогда Когда другие их признают и благодарят И потому они готовы отказаться от самих себя Только бы быть полезными для других Дорогие, вы не будете полезны для других Если не станете нужными прежде всего для самих себя Вы очень хорошо умеете жить для других Вы научились этому на протяжении многих воплощений Вы знаете, как заботиться о других Как понимать их нужды и исполнять их желания Этому вам не надо учиться В этом воплощении у вас другой урок Вы должны научиться жить для себя и заботиться о себе Если вы не хотите проходить урок добровольно То у вас все чаще возникают ситуации Когда вы оказываетесь в одиночестве Это часть вашего урока И это необходимо вам Это сигнал Обратись к себе Обрети опору внутри себя Если вы в попытках выйти из одиночества Ищите новые связи и новые отношения То попадаете все в тот же замкнутый круг Рядом опять манипуляторы Которые не прочь попользоваться вашей силой И вы снова обесточены И вы снова страдаете У вас будут возможны другие отношения Только тогда, когда вы обретете себя И вернете свою силу Когда вы начнете чувствовать себя Существующим не только глядя в зеркало Когда вы сможете твердо и уверенно сказать Я есть, я существую Когда вам не нужно будет смотреть на себя чужими глазами Чтобы почувствовать себя реальным, настоящим Когда вы поймете, что можете жить и без опоры На других людей Так как у вас есть своя собственная внутренняя опора Вы можете научиться этому У вас внутри Бог Есть ли более мощная опора? Нет Сильнее Бога нет ничего И Его сила – ваша сила Вы забыли об этом Вы не искали силу внутри Пришла пора начать это делать Вторая фаза Размещение себя в центре своей жизни Кого вы поместили в центре своей жизни? Если вы проходите урок самодостаточности То, наверное, не себя Вокруг кого вы вращаетесь, как планета вокруг Солнца? Кто главный? Кто на первом месте? Как бы ни были значимы эти люди Как бы сильно вы их не любили Но все же центральное место в вашей жизни Принадлежит вам, а не им Поймите правильно Я не призываю вас стать центром Вселенной для других Я вовсе не имею в виду, что другие должны вертеться вокруг вас Как спутники планеты Нет, нет и нет Оставьте другим их собственные звездные системы Пусть каждый из них будет центром для себя Дайте им это право А себе дайте право быть центром для себя Вы пришли на Землю, чтобы прожить свою собственную жизнь Как и все люди Вы пришли, чтобы принести в материальный мир Божественный свет своей души Для этого вы должны открыть свой свет Для этого вы должны найти способы реализации своего духа Все это требует внимания к себе Вы уникальная мелодия в мировом оркестре Единственный в своем роде прекрасный узор на холсте Вселенной И вы должны раскрыть, явить миру свою красоту и уникальность За вас это не сделает никто И если вы живете жизнью других людей А не своей собственной Вы лишаете Вселенную чего-то очень важного Что вы и только вы должны были принести сюда Поставить себя в центр Это не значит стать эгоистом Это значит признать свою уникальность и ценность И взять на себя ответственность за то Чтобы реализовать сполна те дары Которые вы в своей душе принесли на Землю Знаете ли вы, что это за дары? Знаете, как реализовать себя Свою внутреннюю красоту Как принести Земле свой свет? Вам предстоит это узнать Но сначала вам предстоит взять ответственность за это Вы луч Бога, Его искра И вы пришли на Землю с миссией Эта миссия не в том, чтобы угождать другим И решать за них их проблемы Эта миссия в том, чтобы явить миру свой свет Свою уникальную вибрацию Вот почему судьба так часто оставляет вас в одиночестве Вот почему помощь не приходит, когда вы ее ждете Это нужно, чтобы вы, наконец, обратились к себе И нашли в себе источник силы Любви, красоты, помощи, заботы и милосердия Давно ли вы заботились о себе? Пришло время начать сделать это Вы и только вы – центр собственной Вселенной Помните это Третья фаза Укрепление границ Люди, проходящие урок самодостаточности Имеют способность растворяться в других Сливаться с ними Если это ваш урок То вы легко впускаете в себя чужие энергии И даже не понимаете, что они чужие Вы подхватываете чужие эмоции Чужие переживания и настроения Это талант Вы способны понять другого, как никто Вы способны чувствовать чужую боль, как свою Она и становится вашей Ведь вы не делите боль на свою и чужую Со стопроцентной вероятностью Вы были целителями в прошлых воплощениях Вы лечили чужую боль именно потому, что умеете ее чувствовать Может быть, вы и сейчас замечаете в себе целительские способности Они у вас есть Но если вы еще не начали отрабатывать ваш урок самодостаточности То вам, скорее всего, не удается реализовать эти способности Или удается, но не в полной мере Знаете почему? Потому что они стали разрушительны для вас Вы берете чужую боль на себя Вы отдаете другим свою силу И остаетесь ни с чем Когда вы научитесь разграничивать свою и чужую энергию Когда вы научитесь исцелять без необходимости брать на себя чужие болезни Тогда ваш дар целителя развернется в полной мере Можно быть сочувствующим и чувствительным Но при этом сохранять свою энергию в неприкосновенности Можно быть любящим и понимающим Но при этом защищенным Можно помогать другим, не растворяясь в них А сохраняя самодостаточность и автономию Вам предстоит этому научиться Это не так сложно, как кажется Определите, что для вас приемлемо, а что нет Что вы готовы впускать в себя, а что нет Что работает вам во благо, а что разрушает вас Прежде чем впускать в себя исходящие извне энергии Сделайте паузу и подумайте Сказать ли этому да В божественной вселенной есть только свет и любовь Но вы живете в дуальном мире, где есть и свет, и тьма, и любовь, и страх В вашем мире есть созидающие высокие энергии А есть низкие разрушительные У вас есть возможность отфильтровать их И не впускать в себя и в пространство своей жизни Вы можете оставаться чутким к чужим страданиям Но это не значит, что вы должны присоединиться к энергии страдания Оставаясь в созидательных энергиях любви Вы лучше поможете страдающим, чем если начнете страдать вместе с ними У вас есть ваш дух, частица Бога Бесконечно любящая и сострадательная Ваш дух, вот сила, которая поможет отсеять тьму Поможет определить, чему говорить да, а чему нет Поможет понять, что вы можете назвать мое, а что чужое Ваша задача сейчас – восстановить себя Восстановить целостность своей энергии Вернуть себе свое здоровое, счастливое, полное любви я И только тогда вы сможете жить здоровой жизнью И строить здоровые отношения Продолжение следует...